Не пугайся, не пугайся. Лошадь – животное мирное, но чего-то испугавшись обязательно попытается убежать или будет защищаться. А вот что нравится коням, так это уход и забота. В общем, все как у людей. Приподнимаем ногу и вытягиваем ее вперед, чтобы складочка заподпругая у него разошлась и не натирала. Подготовка скакуна к верховой езде – процесс кропотливый. Проверить нужно все до мелочей. Лошади тоже любят модничать. Вот, например, уздечки. Со стразиками, плетеные. У каждого свои, именные. Лошадь должна выходить из дынника послушно, не обгоняя человека, ведущего скакуна в поводу. По технике безопасности к лошади рекомендуется подходить слева. Обувь должна быть спортивная, либо с высоким голенищем. Причем замок выходить наружу. Ну, я сегодня не подготовленная, зато шлем мне выдали. Занятие нужно начинать с разминки скакуна. Каждому коню подход индивидуальный. Но, как правило, это 15-минутная прогулка шагом. При ходьбе ноги лошади могут повредиться, поэтому надеваются специальные нагавки. Ну и для спортивных, тонкокожих лошадей – специальная меховая подпруга, чтобы ничего не натерла. Тем более, что двигаться придется много. Что касается алюров, то есть видов бега, они делятся на искусственные и естественные. Один из самых сложных, быстрых и эффектных элементов – голоб. Причем лошадь должна идти и с правильной ноги, и в сборе. Этот скакун дружелюбный. У детей – любимчик. Алина, как давно ты занимаешься конным спортом? Я серьезно занимаюсь с 5 лет. А у тебя есть какие-то награды, медали? Да, у меня много кубков, грамот и медалей. При работе с лошадью на земле животным управляет тактильно. А вот при верховой езде скакун реагирует на команды ног. Ботинки либо сапоги с небольшим каблучком. За счет того, что мы работаем с шенкелем, пятка у нас работает. Вот этот уплотнитель помогает четче давать команды. И смотрите, стылья нога все время работает в районе пятки. Видите, раз, раз, подстукивает. Чтобы лошадь слушалась, нужно полностью завоевать ее доверие. Тут важен язык телодвижений. Четырехкопытные не общаются при помощи ржания и фыркания, как многие привыкли думать. Говорят, что лошадь спит стоя. Это один из самых больших мифов. Отдыхает она лежа. Ну и также не боится собак. Если, конечно, они не нападают. Что касается ипотерапии, нередко ее рекомендуют людям с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Естественно, в комплексе с другими видами лечения. Но это все-таки нетрадиционная медицина. Ольга Гусева, Алексей Староженко. Утро нового дня. Субтитры подогнал «Симон»